С каким худшим случаем синдрома богатого ребёнка вам доводилось сталкиваться? Переведено с американского форма. 15-летняя девушка настаивала на том, чтобы её семья полетела на каникулы на остров на день позже, чтобы она не пропустила эпизод своей любимой телепрограммы. И они реально уехали на день позже, отредактировано. Это было в 1998 году, когда стриминг ещё не существовал, так что это не вариант. Я разношу пиццу в очень богатом районе, настолько богатом, что я ежедневно вижу Роллс-Ройтсы и суперкары. Мой менеджер рассказал мне историю о челе, который раньше работал у них. Этот парень доставлял пиццу на совершенно новом BMW M3 и не прикладывал абсолютно никаких усилий к своей работе. Доставка пиццы не особо сложное занятие. Дело в том, что этот парень устроился на работу, чтобы его родители платили ему пособие. Сколько, вы думаете, составляло его пособие? 5 тысяч баксов в месяц! Этот парень зарабатывал 60 тысяч долларов в год, чтобы разносить пиццу на полставки. Компания богатых ребят, с которыми мы ходили в одну школу, напилась на вечеринке, а затем поехала домой и разбила машину. Только у одной из четырёх возникли проблемы. В итоге она получила около 40 часов общественных работ. Затем эта девушка жаловалась на то, что ее родители не купят ей новую дорогущую тачку на день рождения, пока она не выполнит общественные работы. Друг в колледже буквально каждый вторник ходил в местный геймстоп в полночь. Как только на какой-то консоли выходила новая игра, он ее покупал. Однажды в том году мы пошли к нему домой, и у него было около 60 игр, которые не были открыты. И вот как-то мы гуляли по кампусу, и он остановился у банкомата. Он получил чек и позвонил своему отцу. Оказывается, его отец волновался, что у него кончились средства, поэтому он прислал ему 25 тысяч долларов, чтобы убедиться, что он не умрет от голода. Однажды один парень, который раньше работал на меня, пришел на работу очень обозлённый. Я спросил его, что случилось, на что он ответил. Моя грёбаная горничная снова не заправила мою кровать, но мой папа всё равно её не увольняет. Я знал парня, который делал всё, что угодно, независимо от штрафа, или комиссии, или доплаты. Например, нет места на парковке, неважно, он паркуется на месте для инвалидов или в зоне с ограниченным доступом. Он называл штрафы налогом на бедных. Я также помню, как однажды он потерял зарядное устройство для ноутбука. Естественно, его родители тут же отправили ему новый ноутбук. У меня был друг, который был богатым ребёнком, когда я был младше. Он был единственным ребёнком, его родители не были супербогатыми, но жили в достатке. Моя же семья не была богатой, но и бедными нас нельзя было назвать. Как единственного ребёнка моего друга ужасно избаловали, но он был довольно мудрым для своего возраста. Рассматривая игровые приставки и игрушки только как материальные вещи, не имея братьев и сестёр, он просто хотел, чтобы у него были друзья его возраста, а не только друзья семьи, которые были намного старше. Как-то на Рождество родственник купил ему Нинтендо, но у него уже была эта приставка, поэтому он отдал её мне. Я такой, но ведь она стоит больших денег. А он такой, если ты будешь тренироваться, мы сможем играть больше. Однажды слышал, как подруга моей сестры сказала своей маме, я никогда не носил одну и ту же одежду дважды и не собираюсь. Две девушки, обе милые и довольно рассудительные, но выросшие в ужасно богатых семьях. Одна постоянно ездила на такси. Это был очень безопасный маленький городок с бесплатными автобусами, курсирующими по территории кампуса, и она ездила по кампусу на такси. Она жила в двух кварталах от меня и брала такси от своего общежития до моего дома. По гугл-картам этот путь занимает 4 полных минуты. Она клялась, что у неё просто никакое умение ориентироваться, и она не могла понять, где мы жили. Хотя кто-то мог подумать, что после первой же чрезвычайно короткой поездки на такси, она могла бы просто вбить адрес гугл-карты и пройтись пешком. Другая постоянно жаловалась на людей, не умеющих распоряжаться своими деньгами. Чтобы понять это, потребовалось некоторое время, но в конечном итоге оказалось, что она имела в виду очень бедных людей, не знающих, как кладывать свои деньги в акции и облигации. Затем однажды у нас был разговор, в котором она рассказала, что не думала, что дом в Детройте в 2010 году может стоить менее 1 миллиона долларов. Я сказал ей, что вырос в хорошем доме за 180 тысяч, и она подумала, что я тупой или что я вру. Я разрушил её мир, когда я показал ей мой дом на сайте Зилу. Когда она закончила колледж, она всё время жаловалась, какое всё дорогое. Было приятно видеть, что она наконец-то поняла ценность денег. У меня был друг в старших классах, чей отец не участвовал в его жизни. Он был из среднего класса, как и я, и жил со своей мамой и отчимом. После школы он работал электриком и копил деньги на свою первую квартиру. Его отец в конце концов появился, когда он окончил школу, и начал давать ему деньги тут и там, когда он в них нуждался. Его отец владел большой компанией на восточном побережье и был мультимиллионером. Вскоре его отец убедил его бросить работу и дал ему место в своём бизнесе. Вскоре после этого его назначили на руководящую должность, для которой ему не хватало квалификации и слишком много платили. Во время телефонных конференций он бывал пьян, но никто не обращал на это внимания, так как он был сыном босса. Его отец купил ему первый дом, почти полмиллиона долларов, и несколько автомобилей. Он занялся скачками, и вскоре у нас не стало ничего общего. Прошли те времена, когда мы занимались глупыми подростковыми делами, вместе ходили на рыбалку, в походы и играли в видеоигры. Он быстро нашёл девушку, чей отец был мультимиллионером. Ей было 30, и она до сих пор пользовалась кредитной карточкой папы. Конечно же, я не мог поспевать за их образом жизни, и очень быстро мы потерялись как друзья. После того, как он расстался со своей девушкой, она сказала мне, что он на самом деле в глубокой депрессии, и несколько раз чуть не съехал на машине с моста. В глубине души у него были проблемы с желанием соответствовать образу жизни и стандартам своего отца, но он терял своих старых друзей и свою жизнь. Это ужасно. Я не видел его где-то 4 года. Мы пытались восстановить связь несколько раз, но больше из этого ничего не выходит. Моя подруга позвонила мне и стала рыдать, потому что её отец купил ей Мерседес Бен с 2003 года вместо 2018, который она хотела на свой 16-й день рождения. Она даже не умеет водить. А, с чего начать? Я знал парня, который был настолько избалован дома, что он устраивал истерики, если наша компания не делала того, что он хотел. Я помню, что все мы собирались на вечеринку, и он хотел пойти в кино. Мы все проголосовали и победил вариант с вечеринкой. Итак, мы тусуемся, веселимся и играем в орггруппу. Чувак так разозлился, что в итоге он схватил барабаны, пока кто-то играл на них, с размаху бросил их на землю, развернулся и просто пошёл домой. В другой раз мы все любовались моим жуком-фольсвагеном. Он расстроился, ушёл и вернулся на Мерседесе своей мамы. У него не было прав, и он ничего не сказал своей маман. Я помню, как ему позвонила его явно забеспокоившаяся мамаша, и он просто сказал «Мам, заткнись, нахуй!» Я смеялся, наверное, час. В общем, каждый раз, когда у кого-то в компании что-то появлялось, ему хотелось оказаться в центре внимания. Немедленно. Я видел, как этот парень пошёл и купил портативную консоль Nintendo DS только потому, что в компании кто-то уже появился с ним. Мы перестали с ним разговаривать, когда он начал себя так вести. Вернулся с музыкального фестиваля в Юго-Восточной Азии. У него были вип-билеты. Клянусь, это не про меня. Одна из других посетителей фестиваля – 20-летняя азиатка, которая выглядит так, будто она из фильма «Безумно богатые азиаты». У этой девчонки был фотограф, следовавший за ней по пятам. Он делал её фото перед сценой в разных позах, мешая другим людям, пытающимся танцевать. Она спросила охранников, могут ли они очистить место, чтобы они могли сделать снимки с незагороженной сценой. Она купила пару бутылок – шесть – для своего столика и снова заставила фотографа сделать невероятное количество её фотографий с бутылками – Мартелли Джемисон. Она была невероятно груба с обслуживающим персоналом, щёлкала пальцами и вообще разговаривала с ними, как будто они были гражданами низшего класса. Она просила моего друга и меня, уроженца Запада, потусоваться с ней и её друзьями за её столом и снова попросила фотографа сделать фото с нами за столиком. Два других парня из компании, оба азиата, подошли к нам, когда увидели нас за столом и решили, что мы подружились. Когда они подошли к нам, девушка и её друзья замолчали, заговорили между собой на индонезийском и прогнали их. Мы ушли от них после того, как они это сделали и вернулись к нашим друзьям. Один из парней – индонезиец, он сказал нам, что она сказала им «Гулять» и «Знать своё место». Подписывайтесь на наш канал и делитесь этим видео, чтобы не пропустить новые интересные обсуждения, мемчики и прикольчики. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...